Здравствуйте! Считается, что ежегодно заканчивают жизнь самоубийством более 4 миллионов человек. Как помочь отчаявшимся людям? Как предотвратить смерть? У нас в гостях священнослужитель, магистр богословия Василий Половенко. Здравствуйте, Василий! Здравствуйте! На самом деле, тема непростая. И сложно однозначно говорить, хорошо или плохо, когда человек заканчивает жизнь самоубийством. Конечно, когда родные теряют близкого человека, они, естественно, находятся в горе, они страдают, переживают. Кто-то, услышав о самоубийстве, может просто покачать головой, как это было плохо. А что мы скажем о том человеке, который все-таки пошел на такой поступок, что ли, как это еще можно сказать, наверное, не от хорошей жизни это происходит. И вот как нам относиться к этому явлению? Что Священное Писание говорит по этому поводу? Как Бог смотрит на это? Вообще, когда речь идет о самоубийстве, то само понятие, само определение этого слова – это отнятая жизнь у кого-то, либо ты сам ее отнял у себя, самоубийство. То есть ты сделал это сам у себя. Есть моменты, которые в жизни нашей от нас не зависят. Это как, к примеру, вопрос, связанный с нашим рождением. Мы не выбираем дату рождения, вообще родиться нам на этот свет, появиться или нет. Бог, как наш Творец, Он задумал изначально нас еще о чревом матери. В планах у Него были мы. Когда мы говорим о том, когда человек все-таки задумывается и накладывает на себя руки, он забирает у себя то, что себе сам не давал. Как я могу у себя забрать то, что я себе не дал, что от меня не зависит? Это очень важный момент, который также имеет место быть. Но все-таки я думаю, что нам стоит поговорить в нашем размышлении о том, что приводит человека к этому, что толкает его на этот отчаянный шаг. Шаг, возможно, кризисный для него. Шаг, где человек теряет смысл жизни, где он не видит будущего, не видит своего дальнейшего существования. Очень такая интересная фраза, но она очень горькая, она очень ранимая, она ранит наше сердце, наш слух, наше сознание. Когда мы говорим и начинаем, по крайней мере, наши отношения или завершаем их фразой, мы просто не понимаем друг друга. Вот эта холодная, леденящая душу фраза. Мы просто не понимаем друг друга. Когда люди, где-то имея отношения между собой, прекратили, возможно, идти путем налаживания этих отношений, возможно, восстановления, они хотят эти отношения разорвать. Вот эта фраза, она где-то человека на определенном этапе сначала вводит в категорию одиноких людей. Меня не понимают, меня не понимают близкие, меня не понимают те люди, которые призваны меня понимать, те люди, с которыми я живу, возможно, многие годы в своей жизни. И вот замыкается человек на себе и начинает постепенно двигаться к этому пути. Я думаю, что здесь очень важно, чтобы мы могли понимать, есть разговоры или вещи, где люди боятся сказать кому-то, человеку, находящемуся в одиночестве, в изоляции, такой эмоциональном, в эмоциональной блокаде. Он никого не подпускает к себе. И мы понимаем, что опасная ситуация сейчас, как-то, может быть, помочь этому человеку стоила. Иногда мы лишний раз лучше стараемся человека не тревожить или, по крайней мере, не беспокоить. И вот такой миф создается, имеет место быть. Лучше с таким человеком не говорить и даже не произносить эти слова ужасные, о самоубийстве, которые, возможно, могут его к этому и подвести. Хотя человек, так или иначе, находясь в изоляции, он размышляет об этом. Он думает об этом. Он думает о своей никчемности, о своей, может быть, бесполезности, о своей ненужности. И как выход, один из выходов, это суицид. Насколько я знаю, люди, которые думают об этом, о самоубийстве, они не молчат, как правило. Они все равно хоть как-то, но заявляют об этом окружающим. Ну, сигнализируя, но все-таки стараясь привлечь к этому вниманию. Обратите на меня внимание. Да, и как-то выйти все-таки из этого, потому что это вообще крайний шаг. Уйти из жизни, это кажется, что, наверное, просто, но, наверное, это и непросто. И все-таки человек цепляется за эту жизнь, и он хочет обратить на себя внимание. Другое дело, как мы отреагируем на такие его, может быть, фразы, мысли, слова отдельные, которые мы слышим от него. Проигнорируем мы это, или мы все-таки как-то приявим к этому внимание? Ну вот, на самом деле, реально, 80% людей, которые совершили самоубийство, они заявляли или же предупреждали о том, что они так поступят окружающим их людям. И, как правило, эти люди, они, в принципе, и идут на этот шаг зачем? Чтобы другим стало жалко их, чтобы другие проявили некое такое, так скажем, сопереживание, жалость, как же вот такой хороший человек был, да, и вот так он поступил. И, возможно, некоторые идут на другой как бы шаг, чтобы этот человек теперь мучился, по вине которого я ухожу из жизни. Немало людей оставляет предсмертные записки, в которых они пишут причину, почему они уходят из жизни. И люди хотят, чтобы знали другие, почему они на этот шаг пошли. На самом деле, правильно вы говорите, Ирина, как мы отреагируем. Но очень важно, чтобы мы могли замечать даже уже на ранней стадии, на ранней стадии, что человек, возможно, идет по этому пути. Дай Бог, чтобы он не дошел до него, но есть моменты, которые приводят. Первая стадия — это стадия уныния, где человек замыкается, он пытается разобраться в себе, пытается найти смысл, а не находит, не получается у него. И следующая стадия, в которой переходит человек, — это депрессия, это затяжной стресс, который давит над человеком еще больше, глубже. И сложно очень понять, когда это закончится. И человек, возможно, пытается, как утопающий, барахтаться на воде. Может быть, это дает какие-то сигналы бедствия своего. Но, конечно, как правило, человек, который уже занимает такую позицию, он уже не верит, что кто-то ему может помочь. Он уже настолько отчаялся. Это уже третья стадия отчаяния, когда человек понимает, что никто, даже те люди, которые любили его, которые были близки для него, даже они от него отвернулись. Они его, может быть, неправильно понимают, не понимают до конца. И вот отчаяние, вот эта третья стадия, где уже незачем жить. Бывают разные ситуации, когда человек идет к этому пути. Бывают разные моменты, способствующие таким переживаниям, стрессам в жизни человека. К примеру, это, возможно, ситуации, когда, допустим, человек переживает потери близкого, близкого, любимого ему. То есть человека, с которым он прожил многие годы своей жизни. Душа в душу. Кого он любил. И вот его не стало. Он уходит из жизни. Либо он, может быть, по болезни умер. А еще бывают разные ситуации, когда человек, жена бросает мужа. Она уходит к другому. Муж вкладывал в свою жену всего себя. Души в ней не чаял. И вот эта ситуация, он понимает то, ради кого он жил вчера еще. Жил эти годы. Его не стало с ним. Он не видит. А если это возраст, когда, допустим, уже ты не можешь создать семью, в принципе, заново. Ты уже не молод. Жизнь твоя, в принципе, где-то уже с годами уходит. Еще сложнее люди на разные шаги готовы пойти, чтобы каким-то образом в эту стрессовую ситуацию в своей жизни, ну, может быть, как бы изгладить ее, да, загладить, как-то вопрос решить. Некоторые идут даже вот на такой отчаянный шаг. Вот очень важно, чтобы какие бы у нас беды в жизни не происходили, что бы с нами не случалось, возможно, даже, может быть, весь мир бы от нас отвернулся. Очень важно нам понимать главный, я думаю, аспект. Это знать и помнить, что мы все равно не одни. Что у нас есть тот, который готов нас понять. И он прекрасно понимает ту боль души, которую мы испытываем. Те отчаяния, на которые, казалось бы, мы вот даже, возможно, как бы идем. И очень важно, чтобы мы могли быть открытыми, честными, так же с Богом, с нашим Творцом. И, может быть, даже, возможно, проговорить Ему, если нет людей, кто рядом мог бы тебя понять. Сказать Ему, Господи, Ты видишь, какая у меня сейчас беда случилась, я не хочу жить. Понимаете, быть открытым с Богом, быть открытым с Творцом. Поговорить с тем, который подарил мне жизнь, дал ее. И когда я так открыто говорю с Ним, я так же, конечно, как бы ожидаю, что как-то Он сможет мне помочь. И вот самое печальное, что в жизни людей этих толкает на вот такие вот крайние меры, такие крайние шаги, это потеря надежды. Вот в Боге эта надежда, пускай она хотя бы зыбкая, пусть она такая вот еле теплющаяся, еле заметная, но она может быть, она есть. И вот если человек ухватится за эту вот, пускай ниточку, которая, может быть, она для него кажется вот ненадежной, не настолько вот спасательной, но тем не менее Бог, Он всегда до последнего, до конца будет бороться за нас, бороться за то, чтобы мы остались живы, чтобы мы все-таки не потеряли голову во всех этих наших вот отчаяниях, во всех этих депрессиях, стрессах, в которых мы находимся, чтобы мы не верили лжи, лжи людей, которые находятся вокруг нас, где, возможно, в интернете люди читают большинство статей, где другие пишут, все-таки лучший выход – это самоубийство. И человек говорит, я шел к нему долгое время, я вижу это единственное, более лучшее, удачное. И где-то человек встречается с людьми, которые рекламируют сам этот поступок, суицидный поступок, греховный по своей сути. Но это не так. Это не так, потому что человек забирает жизнь, которую сам себе не давал. Мы не имеем права. Мы не предоставляем Богу возможность это сделать. Бог знает, сколько времени нам нужно прожить. Бог хотел бы, чтобы мы еще что-то в этой жизни смогли сделать для себя, для людей, которые нас окружают, чтобы мы могли себя реализовать, воплотить, чтобы мы были полезными. Важно видеть эту надежду, важно видеть и знать того, кто сможет себе ее подарить. То есть жизнь, она может продолжиться, если мы сможем правильно посмотреть на положение вещей, в которых мы оказались. Вот вы говорите о разговоре с Богом. Да, человек может и не знать Бога. Хорошо, если сейчас нас кто-то слышит и находится на такой грани, и захочет попытаться и попробует обратиться к Богу. Как важно все-таки, чтобы высказать, поговорить, сказать об этой проблеме. У человека может не оказаться рядом никого, кто бы мог его выслушать. Хотя вот я знаю, очень часто есть телефонное доверие. Когда человек плохо, можно звонить в разных ситуациях. Там якобы на том конце провода кто-то сможет тебя выслушать. Может быть, даже не посоветовать, но хотя бы выслушать. Наверное, это очень важно. Правильно, Ирина, говорите. Очень важно. Нужно смотреть как бы в правде в глаза, и даже, возможно, зная такого человека. Ну, во-первых, да, самому позвонить, искать, обратиться к Богу, если верующий человек. Даже если человек неверующий, все равно в крайних ситуациях мы так сотворены Богом, что мы все равно обращаемся к Нему. Может быть, это вот машинально, где-то, может быть, сами не задумываясь или не давая себе отчет при этом, но мы обращаемся к Нему, пускай с криком души. И тем не менее, есть пути, и их нужно искать, и нужно хотеть. Телефон доверия. Возможно, может быть, какой-то человек, какой-то, по крайней мере, человек, который может дать хоть какую-то надежду тебе на спасение в этой ситуации. Но очень важно, чтобы мы, на самом деле, могли еще правильно обращать внимание на этих людей. Со стороны, как те, которые могут чем-то помочь. Там какие-то знаки, и реагировать на это, поддерживать. Да. Как нам реагировать на это? Очень часто мы где-то... Да, потому что иногда можно не реагировать, и так даже с усмешкой отнестись. Да ну, да ладно, брось, да что ты там, и так далее, такие ведь слова. Не обратите серьезного внимания на человека. Вот очень часто мы вот так, пытаясь отшутиться, надеемся, что мы как-то вот смехом, юмором как-то немножко выправим ситуацию. Но на самом деле очень важно нам самим признавать, признавать, что жизнь сложна. И человек, оказавшись в этой ситуации, он не просто так в эту яму свалился, что были предшествующие тому какие-то события, действия, поступки других людей, может быть, и его, и этого человека. То есть не нужно отворачиваться от сложности этой жизни, и нужно признать вместе с этим человеком, на самом деле, да, это возможно так. Но при всем при этом признавать сложность жизни, по крайней мере, хотя бы вместе с ним искать. А давай подумаем, что можно сделать в этой ситуации. Не просто навязывать человеку, а вот ты так поступи, вот так, 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 вот тебе список, завтра приду, проверю, сделал или не сделал, понимаете? А вот на самом деле, давай будем думать вместе. То есть помочь человеку переключиться, очень важно, с себя, со своей проблемой. Переключиться на самом деле, как мне помочь, как помочь себе, сказать, слушай, а вот если бы ты был бы на моём месте сейчас, что бы ты сказал мне, как бы ты помог мне, если вот сейчас я бы находился в минуте отчаяния, на самом деле не видел смысла жизни. И вот такие, казалось бы, некие шоковые ситуации, они помогают человеку понять, а на самом деле, что можно сделать, переключая взгляд себя на кого-то или на что-то. Очень важно в этом плане при всем при этом иметь доверительные отношения. Человек, который приходит к кому-то в этой ситуации, находящемуся человеку, помочь, важно, чтобы я не диктовал, как ему жить, важно, чтобы я не раздавал советы, важно, чтобы я мог просто выслушать человека, согласиться с теми сложностями, которые имеют место быть. Но при всем при этом очень важно, чтобы, может быть, даже уходя сказать, знаешь, я не просто готов выслушать тебя, я готов поддерживать тебя вот в такие минуты, когда тебе на самом деле наступают критические секунды, ты можешь позвонить мне, чтобы у этого человека была вот эта вот ниточка связи, может быть, взять телефон, по крайней мере, позвонить, сказать, может быть, даже я сейчас решил это сделать, вот сейчас вот пойду даже, может быть, я перед этим позвоню человеку, поговорю с ним, и, возможно, вот этой ситуации, этого звонка будет где-то достаточно, чтобы человеку, на самом деле, поговорив с кем-то, опять понять, понимать, что тебя же слышат, тебя понимают, тебе могут реально на самом деле помочь. Возможно, простой телефонный звонок, но не кому-то, а тому, кому на самом деле ты доверяешь. Кто к тебе неравнодушен? Как очень важно, как очень важно, вот обо всех вот этих темах, о чем мы говорили, очень важно, чтобы вот эти все темы, они были пропитаны в нашей жизни. Искренность, честность, умение налаживать отношения, общаться, это все может помочь нам самим в первую очередь. Это может даже не довести того, другого человека, вот до таких крайних мер. Спасибо, Василий. Дорогие друзья, на самом деле, каждый из нас, как бы там ни было сложно, тяжело в жизни, он каждый из нас дорог, в чьих-то очах, все равно. Не сдавайтесь, если даже вы стоите у какой-то грани, у какой-то пропасти. Все может измениться. Верьте в себя, верьте в друг друга и верьте в Господа Бога, который в первую очередь заинтересован у вас. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»